Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Спасибо, что вернулись! Это Екатерина Морипоса, Доула, ведущая курсов подготовки к родам, психолог. И сегодняшнее видео будет посвящено тому, какие мифы существуют вокруг профессии Доула. Большинство из этих мифов существуют на постсоветском пространстве. И мне кажется, что их надо выделить в какую-то особую категорию. Итак, миф номер один. Доула должна иметь медицинское образование, иначе она представляет опасность для беременной женщины и для женщины, которая рожает. Именно как не медик, Доула имеет возможность полностью всецело, погруженно поддерживать женщину на протяжении всей беременности и родового процесса и раннего-послеродового периода. Доула не оценивает роды с медицинской точки зрения, так как это делает врач или акушерка. Именно поэтому Доула может полностью фокусироваться на поддержке мамы. Доула не стимулирует роды, не ведет их и не принимает. Это те слова, которые мы часто слышим вокруг темы родов. Неважно, мужчина или женщина, все мы можем так или иначе вспомнить любую ситуацию в нашей жизни, когда нам было тяжело или когда нам физически или эмоционально трудно и не очень уязвимы. И мы нуждаемся в том, чтобы рядом с нами был человек, который может успокоить, подбодрить. Человек, который понимает, что происходит, который видел раньше такие ситуации и который может сказать, ты молодец, ты отлично справляешься, я с тобой. который может каким-то образом облегчить наше состояние в данный момент. И совершенно не важно, помогаем ли мы в этот момент нашему мужу, жене, подруге или просто человеку, которого мы впервые видим на улице или в данном случае в родильной палате. Да, бывает такое, что Доллы не всегда знакомы заранее со своей клиенткой и уже непосредственно помогают женщине, которую они впервые видят в родильной палате и это тоже очень помогает. Совершенно понятно, что не нужно обладать никаким медицинским дипломом или специальными медицинскими знаниями, чтобы просто находиться рядом и помогать по-человечески, физически и абсолютно бытово тому человеку, которому в данный момент сложно. Если рядом с вами находится Долла, которая ставит диагноз, которая отменяет назначение врачей, которая говорит, когда, что вам нужно делать, сама как-то ведет ваши роды или принимает ваши роды, это не Долла, просто-напросто. Это или акушерка, или человек, который так себя называет. Поэтому будьте внимательны при выборе Доллы, кому вы доверяете. Миф номер два. Долла убеждает женщину рожать дома на полную луну под бой курантов, доставьте свое. Правда в том, что Долла это безоценочная поддержка, как материнская фигура, как фигура подруги. Долла находится рядом и в той ситуации родов, которая разворачивается для этой конкретной женщины. Долла поможет поднести какую-то вещь, заварит чай с мятой, сделает удобной постель, поможет переодеться или перевернуться, поможет подышать вместе, если женщина начинает волноваться. Даже если женщина заранее для себя продумывала роды, в которых она останется как можно дольше дома и только затем поедет в роддом, чтобы родить естественным путем, без вмешательств, а в какой-то момент передумала и решила поехать в роддом пораньше и сделать эпидуальную анестезию, Долла ее поддержит. Миф номер три. Долла приезжает под самый конец родов и уезжает в скорости после рождения ребенка. Тогда в чем же смысл? Долла равно присутствие. Сколько бы не длились, ваших будет два часа или 22 часа, Долла будет с вами с того момента, как вы ей позвоните и она приедет, и до того момента, как вы не будете уже в послеродовом блаженстве вместе со своим малышом на груди. Долла удовлетворяет сиюминутные потребности женщины в родах. В остальное время Долла поддерживает отовое пространство. Она создает атмосферу и сохраняет ту обстановку, которая способствует естественному, физиологичному, нормальному, комфортному процессу родов. Долла поможет поднести какую-то вещь, которой маме нужно переодеться, сходить до туалетной комнаты и назад, вылезти из ванной, переодеться, поднести бутылку воды к маме. Если мам намыться в активной фазе родов, ей уже совершенно не до того, чтобы куда-то тянуться и пить, переворачиваться. В общем, Долла подлаживается под то, что происходит с мамой в эту секунду. Долла напомнит входящему медицинскому персоналу, чтобы они говорили немного тише, если они входят в эту палату, разговаривая громко. Долла выключит свет верхний, если персонал забывает это делать. И будет это делать 20 или 25 раз, если того потребна ситуация. Долла делает так, что все входящие в вашу палату люди знакомы с вашим родовым планом. Если произошла какая-то пересменка, то любой человек будет точно знать, что вам конкретно нужно, и вам не придется каждому новому человеку об этом рассказывать. Сколько бы времени не длились ваши роды, сколько бы времени в итоге Долла с вами рядом не находилось, это качественно проведенное время есть. Поверьте, пожалуйста, в опыту всех мировых домов ни в одном роддоме мира с вами не будут ни за какие деньги медицинский персонал, который там работает проводить неотлучно все время в течение ваших родов. Так не бывает. Это не то, как выстроена медицинская система родовспоможения нигде в мире. Если так с кем-то и случается, то это большая-большая редкость и просто стечение обстоятельств, что была свободная акушерка или было пустое родильное отделение, и получилось, что с рожающей женщиной на протяжении всего процесса родов рядом держала за руку какая-то женщина или какой-то член персонала. Это бывает крайне-крайне редко. Миф номер четыре. Дола помогает только в домашних родах. Правда в том, что Дола помогает неэффективно в любых родах, какие бы они были. Даже если это операция кесарево-сечения, экстренная или плановая, там есть огромное количество нюансов, в которых женщине, которая готовится к операции, которая в данный момент ее проходит, нуждается в поддержке. Это выражается и в том, что женщину можно держать за руку, то есть доводить холодное операционное тепло человеческой руки, поносить к ее носу эфирное масло, которое она заранее дуяла. Это говорить ей на ухо и направлять голос в пространство возле ее лица, то, что она молодец и она отлично справляется, и она все равно в этот момент рожает, потому что это все равно роды. Вот таким образом у нее происходит рождение ее ребенка. И это все равно очень волнительно. Как бы роды ни проходили, это день огромной, важной, большущей трансформации для женщины и для ребенка. Мы все нуждаемся в поддержке в разных ситуациях, в разных обстоятельствах, в том числе это касается родов. Если это домашние роды или роды в роддоме, естественным физиологическим путем, то здесь огромное тоже пространство вариантов, в которых долу может помогать. Даже если роды проходят с использованием эпидроли анестезии, долу может очень быть эффективна в том, чтобы помочь маме менять позиции, чтобы сохранить кровообращение в теле, чтобы приложить крелку с теплой или с прохладной водой, когда мама не очень чувствует этот участок, чтобы накрыть ее, если маме холодно, если ей грустно, одиноко, страшно, печально, или просто скучно, разговаривать с ней в этот момент, потому что она все равно продолжает рожать, даже если со стороны это выглядит не совсем так. Миф номер пять. Долу – это очень дорого, это плаш, и мне это не покорило. Долу имеют совершенно разные ценники в зависимости от опыта работы и от вашего города. Я делала исследование, подсчет, по которому выяснилось, что стоимость услуг долу по всему миру варьируется от 20 до 300 чашек кофе. Сколько чашек кофе пьете вы? Это вопрос приоритетов. Правда в том, что зачастую, когда мы говорим, что нам не хватает денег на поддержку, на то, чтобы нанять долу, мы можем при этом себе позволить дровы контрактора в доме, или оплатить фотосессию во время беременности, или закупиться огромным количеством детских девайсов, гаджетов, погремушек и вещей, большинством из которых потом никто не пользуется. Напишите в комментариях, какие еще мифы о доме вы знаете, слышали, или, может быть, какие мифы живут в вас, во что вы сами верите. Так будем разбираться. Поддержите это видео, подписывайтесь на канал, лайком, и я буду делать больше познавательных, разнообразных видео, чтобы развеивать мифы о родах, о материнстве и о жизни женщины в целом. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова